Больше всего сейчас раздражает фраза, когда мне говорят, что все будет хорошо. Да, я, безусловно, очень хочу, чтобы было все хорошо, но у Максима с каждым днем все хуже и хуже. Вот уже почти год СИЗО. Максим Знак – юрист штаба Виктора Бабарико, экс-претендента на пост президента Беларуси. Знак работал вместе с Марией Колесниковой, одним из лидеров белорусского протеста. Они оба состояли в Координационном совете оппозиции. Адвоката задержали 9 сентября 2020 года, через день после задержания Колесниковой. Известно стало сразу утром, как его арестовали, что к обиду уже выпустят, потом к вечеру выпустят, потом через три дня выпустят, потом, по-моему, 10 дней выпустят, потом через первые два месяца выпустят. А потом стало понятно, что это надолго. Сложно было вообще во все это поверить. Хотя я скажу, что когда я понял, что он участвует в этой компании, я живу в этой стране уже давно, я то ли в шутку, то ли всерьез ему сказал тогда, что тебя арестуют, но я буду носить тебе передачи и присматривать за твоим сыном. Возможно, это была какая-то такая бравада, но понимая, что участие, зная опыт предыдущих всех избирательных компаний, что происходило с теми, кто бросал вызов. То есть если бы это был не мой сын, я бы однозначно знал, что посадят. Ну, то есть тут была какая-то надежда, что он такой хороший, он такой правильный, что у него этого не случится. Я с удовольствием наблюдала за ним, как юрист за юристом, как он профессионально вел свои стримы, как он рассказывал про законодательство и как оно должно применяться. Мне кажется, это было очень здорово и очень полезно для всех. Ну, конечно, когда начали задерживать людей один за одним, где-то в голове жила мысль о том, что это может произойти, но в любом случае я не верила до последнего, что с ним это случится, потому что я видела его профессиональную деятельность, как юриста и как адвоката, и мне казалось, что этого не должно быть. Поэтому в целом, когда его задержали, и я об этом узнала, я не знала, куда себя деть, куда бежать, что делать. Суд над Максимом Знаком и Мария Колесниковой сделали закрытым. Так, прекратите разговор. Вреди прочего, их обвинили в заговоре и создании экстремистской организации. Родным и близким обвиняемых не разрешили с ними увидеться даже до начала заседания. Но однажды адвокатам сообщили, что судья согласен ненадолго опустить родных в зал. Я приезжал, когда адвокаты сказали, что судья разрешил, чтобы мы с папой Машей до начала заседания зашли в зал и посмотрели на Максима и на Машу. Ну и это было вообще, это, знаете, это так растрогало, сонная ночь. А сказали, разговаривать нельзя. Я думал, как же я вот, как я ему выражу там свое почтение, как я ему там кивну или я там, там, какой-то руки там сложу так, или что я сделаю. Вот эти мои все рассуждения. Целую ночь я думал, как я буду там на него смотреть. Я приехал вообще, не свет, не заря, там 9 часов сказали, пустят. Я там, по-моему, 8 часов уже вокруг этого суда, ну не вокруг, а рядышком там на парковке ходил. Потом увидел, рядом ходит еще и папа Маши Колесниковой тоже, который приехал там, не свет, не заря. Ну и появились наши адвокаты. Мы за ними, значит, зашли туда, на крыльцо здания суда. Нам сказали подождать. Потом вышли, говорят, нет, лохтеры не пускают. Ну и вот тут уже я понял, что, наверное, это какая-то, я не знаю, игра, не игра, там, может, чтобы больнее сделать или что. То есть зачем было оговорить одно, а потом там якобы лохтер нас не пустил. Садочек от такого непорядочного, я бы сказал, поведения он остался. Тем более, я думал, что это какое-то исключение для нас делают, что нас, оказывается, это по этим всем процессам, или как там это называется, наверное, там ее поправили, что у них до начала заседания там и журналисты могут зайти, и родители. Да любой человек может зайти, кто пройдет здание суда и посмотреть. А потом уже, когда начинаются там разговоры, уходить оттуда. Ну вот видите, для нас какое-то специальное было какое-то там распоряжение, чтобы нас возбудить, а потом послать. Ну, у них получилось, у них получилось. Но осадочек остался. Ну, я продолжаю подъезжать не во все дни, периодически к зданию суда, в основном, чтобы увидеть, поддержать адвокатов, потому что поддержать Максима я его всегда поддерживаю мысленно, и, к сожалению, увидеться с ним невозможно. Адвокатам конфеток насыплю с собой, чтобы могли они немножко тоже отвлечься во время перерыва. С папой Машей Колесниковой пообщаюсь. Он каждый день подъезжает под здание суда и дарит адвокатам, девушкам цветы. Что ожидаю от суда? Ну, с учетом той статистики, которая мне известна по уже законченным уголовным судам, ничего хорошего я не ожидаю. Вот, надежды на чудо у меня тоже нету. В плане приговора, который будет вынесен, конечно, хотелось бы, чтобы была возможность увидеться лично, хотя бы до заседания. Ну, как мы видим на текущий момент, это тоже невозможно. Надеюсь, что этот процесс, он не подорвет жизнелюбие Максима, потому что я представляю, как ему сложно. Он и юрист, и просто человек. И его, я уверена, во время этого процесса, он испытывает эмоции с двух сторон. Просто человеческий с точки зрения этики, с точки зрения морали. И как юрист-профессионал. Родные Максима пишут ему практически каждый день. Сначала ответы доходили редко. Но потом, говорят они, ситуация улучшилась. Теряются только порядка 15% писем. Иногда я в день пишу 2-3 письма. Что я могу нового написать? Безусловно, есть какие-то описательные события, что вот произошло то, то, то. Есть какие-то просто мысли о том, что что-то навеяло. Есть воспоминания, которые я его погружаю. Я стараюсь в письмо вклеивать какие-то фотографии. Или с моей теперешней жизни, или с его прошлой жизни, или с наших совместных каких-то моментов, которые запечатлены на старых фотографиях. Я их вставляю в письмо. Тем самым ему напоминаю, чтобы у него были приятные воспоминания. Ясно, что никакого негатива я ему не пишу. Какие бы проблемы у меня ни возникали, это не упоминается в письмах. Я рассказываю о том, где я была, где была моя семья, что у нас случилось нового. Если были какие-то интересные новости, тоже стараюсь ему про них упоминать. Рассказываю про ежедневные, рутинные события в основном. И он мне это в своих письмах комментирует, так же, как папе, отвечает. То есть так ему легче. Вы вдумайтесь. Максим написал за всё это время порядка 5000 писем. Ну, там чуть меньше. 5000 писем. То есть он в день пишет в среднем 15 писем. Вы понимаете, что я не уверен, что он их пишет. Точнее, я абсолютно уверен, что он их не пишет под копирку. По меньшей мере, мы с Иришей обмениваемся письмами. У каждого оно разное. То есть даже какие-то писательные события он не повторяет уже ей то, что он написал мне, но и наоборот. Всё наше переписка происходит на белорусском языке. Просто был период в моей жизни, когда я разговаривал только на белорусском языке. Максим был тогда ещё ребёнком. Может быть, это каким-то образом повлияло. И у него стихи, которые он пишет, у него лучше получаются на белорусском языке, чем на русском. И он мне отвечает. Все его письма ко мне идут на белорусском языке. Мы рады, что цензор владеет этим языком. Потому что если бы ему язык был непонятным, он бы не пропускал эти письма. Максим в своих письмах в последнее время делает какие-то рисуночки. То есть он научился рисовать. Это, знаете, рисовать не с точки зрения, что он стал каким-то художником. А он теперь может нарисовать котика, который отличается от собачки. То есть каждый в своём возрасте становится художником. В детстве у него, наверное, это не получалось. Сейчас у него уже получается. И он даже пытается перерисовывать какие-то фотографии. Рисует вот это вот. Это видные субботы. Да, это среднее между котиком и собачкой что-то. Есть какие-то рисунки. Но в последнее время они разрешили передавать бумагу для рисования. Поэтому рисунков стало меньше. Безусловно, меня радует, что есть связь. Часто спрашивают, как сделать так, чтобы письма начали доходить у меня в интернете люди. Я просто говорю, пишите каждый день. И когда-нибудь письмо дойдёт. Потому что люди иногда отправляют одно письмо и ждут, что они обязательно получат на него ответ. Но оно так не работает. И надо брать количеством. Если качеством не получается, надо брать количеством. Как мы видим, в нашем случае это работает. Ещё я Максиму посылала картиночки. Вот такие. Возьму, у тебя они как раз есть. Картинки из игры Dixit. Настольная игра на ассоциации. Идея была изначально, что может быть они будут в такую игру играть у себя с соседями. Но он придумал более интересное применение. Он берёт картинку, смотрит, что на ней нарисовано. И пишет факт из своей биографии. Который ассоциируется. Назвал это Биодиксит. Вот, например, нарисован дуб какой-то. Человечек, птичка летит. И он пишет. Где-то в верховьях узлянки есть лук, а на нём молодой дуб с раскидистыми ветвями. Лет в девять я там был на каяке. Я оставил в дупле свой самый лучший ножик. Вернусь обязательно. Ну и вот каждая картинка, она сопровождается фактом из его биографии. Это очень интересно. И он присылал целыми пачками эти. Да, он мне тоже это присылал. Но я возмутился, что он слишком рано начал писать автобиографию. И сказал, что больше я этого видеть не хочу. Но у меня такие дурные мысли. Человек, когда начинает писать автобиографию, он уже подбудет какие-то итоги жизни. Я сказал, всё, мне это больше не присылай. Меня это расстраивает. И сейчас, когда Максим находится в СИЗО, и многие его за последний год узнали именно с точки зрения того, какой он юрист, как он интересно ведёт стримы, нам всем в семье хочется, чтобы его узнали и с другой стороны, какой он творческий человек, что у него есть прекрасные песни, что он пишет прекрасные стихи. И поэтому сейчас, когда к нам приходит что-то из таких произведений, мы, конечно, стараемся всем рассказать, показать, потому что нам, безусловно, это нравится. И в том числе стараемся рассказать о песнях, которые были им написаны раньше. Из тюрьмы мы первое время получали прекрасные микрорассказики. Они были очень интересные. Это можно почитать в телеграм-канале, где мы то, что можно из писем публикуем. Потом, наверное, был какой-то запрет на то, чтобы это творчество выходило наружу. И в последнее время выходят только такие детские стишки, там прочее. Или какие-то умные мысли, конечно, в письмах звучат, мы их публикуем. Но вот именно творчество, оно осталось за кадром. Тем не менее, он писал в одном из своих писем, что рассказов, которые первоначально назывались «Шиток Володарки», в «Шиток Володарке» у него написано 100 рассказов, которые сейчас он... Рабочее название этого сборника — «Зе Камерон». «Зе Камерон», ну, по принципу, по аналогии с «Де Камероном». И он давно мечтал написать фантастический роман «Лэпсер». И он его, ну, рабочий вариант он написал. Мы его не видели, мы не знаем даже про что. Чтобы поддержать и порадовать брата, Ирина начала рисовать для него акварельные картинки. Оригиналы она сканирует и делает открытки, которые отправляет брату. Братная сторона, она пустая, и он может на ней написать мини-письмо кому-то из своих корреспондентов и отправить в конверте. То есть я ему в каждое письмо по 3-4 штуки вкладываю, и он ими делится. Со своими корреспондентами по переписке. Изначально я начала рисовать иллюстрации к его песням. То есть у него очень много прекрасных песен написано, несколько альбомов. Вот, например, это «Шепельтоны», «Шуни-муни» песня, из сказочного цикла песни про снежную королеву и про других сказочных героев. Да, из альбома его про города, песня про Раков, про Крева и тоже про другие города. Практически все песни я отрисовала, многие из них. Вот песня, которая в прошлом году стала известной многим. «Будет день, это будет завершайный день, желтое солнце и небо блакитное». И там есть слова про то, что стена рухнет. И некоторые картинки я рисовала просто, потому что они мне приходили в голову. А когда творческому человеку что-то приходит в голову, это надо обязательно реализовать. Вот, например, я ему инжировое варенье рисовала, потому что он очень любит инжировое варенье. Я распечатала эту открытку, послала ему много штук, вот таких вот маленьких. Он мне написал, что ты неправильную открытку нарисовала. Я инжировое варенье ел у бабушки в Батуми из трехлитровой банки. Ну, пришлось перерисовывать на трехлитровую, и я ему отправила оригинал из трехлитровой банки. Оригинал рисунка, не стала его сканировать, распечатывать. Многие... Это вот из последнего. Ну, просто мне хотелось что-то создать такое, что будет нейтральное, может его порадовать, какая-то атмосфера теплая, краски теплые. Я рисовала такие вот... К весне был рисунок, что скоро наступит весна, мы рисуем свою весну сами. Такая была идея. Ну, продолжаем рисовать. В какой-то момент я просто поняла, что я не могу больше загадывать никакой срок, потому что с каждым пройденным этапом мне становится все больнее и больнее. И я перестала какие-то сроки себе придумывать, что-то загадывать, на что-то надеяться. То есть у меня есть задача, я поддерживаю Макса, я пишу ему письма, я рассказываю другим людям о том, какой он человек. Никаких надежд я не питаю. Я не хочу называть сроки, которые там могут быть. У меня одна надежда, что не надежда, а желание, чтобы я дожил до того дня, когда мы с ним сможем встретиться. Что может быть простей Жить с любою И попавой до людей В поле не хвысят И не бояться Николе, Николе, Николе В поле, Николе Не позбавляться От насиды в поле Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok